Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас в новом выпуске программы «Церковь Ковчег». Сегодня мы коснемся момента из жизни Иисуса, который с первого взгляда может показаться нам довольно удивительным. Мы поговорим сегодня об эпизоде, когда Он проклял смоковницу. Что же произошло? И почему Иисус так резко на все отреагировал? С чем это связано и как эта смоковница соотносится с храмом и нашей жизнью? Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашей проповеди под названием «Приносят ли ваша жизнь плоды?» Давайте сейчас все вместе встанем и откроем 11 главу Евангелия от Марка. Мы прочитаем стихи с 12 по 21. Тут сказано «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус «Отныне, да не вкушает, никто от Себя плода вовек». И слышали то ученики Его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именовщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». «Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив те слова, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Аминь. На этом мы и закончим сегодняшнее чтение. Пожалуйста, можете присаживаться. Это была последняя неделя жизни Иисуса на земле перед Его смертью. В воскресенье перед Своим распятием Он въехал в Иерусалим на молодом осле. Люди были вне Себе от радости, потому что к ним пришел Тот, о чьих великих чудесах они так много слышали. Они кричали «Оссан!» Они снимали свои одежды и выкладывали на земле и срывали ветви деревьев. Иисус на осле смог проехать и попасть в город. В 11 стихе, это стих, предшествующий нашему сегодняшнему отрывку, сказано так, «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Итак, в воскресенье утром Иисус въехал в Иерусалим на осле, осмотрел храм и, увидев все, вернулся назад. Он вышел из города и направился в сторону Вифании, где жили Мария, Марфа и Лазарь. Там, в последние дни его жизни, у него было что-то вроде базы или дома, куда он мог возвращаться из Иерусалима. На следующий день, это был понедельник, Иисус ранним утром отправился из Вифании снова в город. И когда он со своими учениками шел туда, произошло нечто странное. Иисус проголодался. Он увидел вдалеке смоковницу, направился к этому дереву и стал искать на нем плоды, чтобы их съесть. Но нашел там только листья, поэтому он проклял это дерево, хотя, как сказано в Библии, ибо еще не время было собирание смоков. Я думаю, что сейчас у экоактивистов и защитников леса волосы на голове поднялись с дыбом. Неужели Иисус вылил все свое недовольство на это ни в чем неповинное дерево? О, нет! А нет ли в этой истории определенного цинизма? Подумайте. Критики христианства, могли бы сказать, а вы что, не видите, христиане, что в этот момент ваш Господь был не в себе. Можно ли ожидать плодов от смоковницы во время праздника Пасхи, который проходит в марте и апреле? И вот еще одна странная деталь. Здесь мы видим единственное чудо, когда Иисус ничего не освещает, ничего не созидает, ничего не восстанавливает, а поступает как раз наоборот. Он разрушает, он проклинает дерево. Столь великолепно усеянное листьями. А позже, когда они возвращаются назад, мы узнаем, что это дерево засохло. Почему Иисус так поступает? Возможно, у него просто было нервное перенапряжение, скажете вы. Он знал, что час его смерти близок, он уже подготовил к этому своих учеников. Возможно, напряжение для него было слишком большим. Почему же эта история оказалась в Библии? И что все это значит? Давайте попробуем немного во всем этом разобраться. Сейчас мы еще раз внимательно рассмотрим все происходящее в этой истории действия. Итак, сначала мы видим смоковницу, затем Иисус приходит в храм, а после мы снова видим смоковницу, которую мы видели чуть ранее. Это дерево играет в этой истории роль своеобразных рамок. Эта смоковница обрамляет то, что происходит в середине, а именно произошедшее в храме. Давайте сейчас снова обратимся к нашему сегодняшнему отрывку. Я с уверенностью могу сказать, что в нашей сегодняшней истории Иисус действует небезрассудно. Он поступает так не из-за разрывающего его изнутри гнева, недовольства или вызванной голодом ярости. Нет, он хочет донести до людей послание, поэтому он использует эту смоковницу, чтобы она стала для них живой притчей, примером того, что он хотел до них донести. В Библии сказано, что он был голоден. И увидев это дерево, он решил, что на нем есть съедобные плоды. В одном из переводов Библии в этом месте есть такая сноска. Если у вас именно такой перевод, то вот что вы можете прочесть. В сезон празднования Пасхи смоковницы в Израиле еще не приносят спелых плодов, но на них бывают съедобные ранние смоквы, почки. Их отсутствие означало, что дерево не будет плодоносить. Итак, Иисус увидел дерево, которое выглядело плодоносным, но на самом деле оно таким не являлось. Иисус поступил так, чтобы пророчески кое-что нам проиллюстрировать. А именно вот что. Из Ветхого Завета мы знаем, что Израиль часто сравнивали с виноградной лозой или со смоковницей. Образ смоковницы часто служит метафорой, чтобы представить духовное состояние Израиля перед Богом. И вот что, например, сказано в книге пророка Осии. Как виноград в пустыне. Я нашел Израиль, так говорит Бог, как первую ягоду на смоковнице. В первое время ее увидел я отцов ваших. Иначе говоря, Бог всегда присматривается к плодам, духовным плодам Израиля. Мы знаем, что Бог ищет истинных богослужений, настоящей отдачи и правильного поклонения. И снова и снова в Ветхом Завете мы видим тексты, в которых присутствуют образы виноградной лозы или смоковницы, потому что Бог ищет плоды среди и внутри своего народа. Так же, как это делал Бог в Ветхозаветные времена, Иисус, будучи Мессией, дает нам понять, что Он пришел к нам на землю за плодами. В Израиле Он искал духовных плодов, но так ничего и не нашел. Как часто до этого отрывка мы с вами видели стычки Иисуса с фарисеями, как часто мы с вами видели нападки Иисуса и слышали Его критику по отношению к религиозной системе и к закону. Иисус часто высказывал свое недовольство. Вы помните такие моменты? Он реагировал на это, как бык на красную тряпку. Это снова и снова приводило к конфликтам. В итоге фарисеи ощутили такую сильную критику своих верований, что стали планировать, как им убить Иисуса Христа. Иисус, как и Его Отец, пришел на землю в поисках плодов среди Своего народа, но там Он ничего не нашел. Там была лишь показная религиозность. Ее было очень много. Там было много показной набожности. Там было много фарисеев и много книжников, которые были подобны смоковнице, глядя на которую кажется, что на ней много плодов. на этой смоковнице много листьев, но если присмотреться повнимательнее, мы увидим, что там нет ни одного плода. Они поработили людей самописными законами. Они лицемерили и, как я уже сказал, даже имели твердое намерение убить Сына Божьего. Для Иисуса в Его служении с каждым днем становилось все яснее, что причиной тому было влияние прошлого. Поэтому Он отправился в Иерусалим, в храм. И, как сказано у Марка, все внимательно там рассмотрел. Он искал там плодов. В книге пророка Михея Бог сказал, «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя». В нашей сегодняшней истории мы видим Сына Бога Живого. Сам Бог становится человеком, Он приходит на землю в Свои владения и смотрит, есть ли там хоть какой-то плод, плоды которых так жаждет его душа. И сегодня мы должны задать себе такой же вопрос. Может ли быть так, что эта смоковница являет собою меня или вас? Когда Иисус придет и осмотрит меня, когда Он будет искать во мне плоды, раздвигая ветки в стороны и смотреть на вашу жизнь под микроскопом, найдет ли Он там духовные плоды. Одно дело называть себя христианином и совсем другое дело быть христианином. нашего крещения, а также нашей принадлежности к Церкви, принадлежности к нашей Церкви недостаточно , для того, чтобы спасти нашу душу, нашего благочестивого поведения, нашей праведной христианской жизни, выглядящей со стороны просто замечательно, недостаточно, ведь Иисус пришел к нам в поисках плодов, но нашел лишь одни листья, и эти листья могут послужить лишь для того, если мы вспомним Адама и Еву, у которых тоже были фиговые листья, то есть листья смоковницы, чтобы прикрыть наготу. Больше с этими листьями ничего не сделаешь. Они могут лишь что-то прикрыть снаружи, но Иисус смотрит прямо в сердце, и эти листья, которые Адам и Ева использовали, чтобы укрыть свои тела от Бога, не смогли сокрыть греха в их сердцах. Всеведущий Бог смотрит прямо в наши сердца. И мы не можем прикрыть наши сердца фиговыми листьями. Нам нужны истинные плоды. В нашей жизни должны быть плоды, иначе мы погибнем. Нам нужен плод искупления. Это первый плод, который нам нужен. Там, где нет плода искупления, нет и жизни. Ну, а еще нам нужен плод веры. Без веры никто не может видеть Бога. Нам в нашей повседневной жизни нужен также и плод освящения. Нам нужен плод духа, нам нужна любовь, радость, мир, смирение, дружелюбие, благость, верность, кротость и смирение. Иисус пришел и стал искать плоды, но ничего не нашел. Идем дальше. И вот мы оказываемся в храме. И вот что сказано у Марка. Пришли в Иерусалим. Иисус войдя в храм. Итак, сначала он видит это дерево и говорит, не будет на тебе больше плодов, а потом он и его спутники идут дальше и направляются в храм. Это понедельник в храме. Итак, Иисус начал выгонять с продающих и покупающих в храме и стал именовщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Храм представлял собой довольно впечатляющее здание, даже комплекс зданий. За несколько лет до этого он был отреставрирован Иродом и стал еще роскошнее. В переднем дворе, дворе язычников, собирались те, кто не был иудеем. Такие люди собирались там, и размер одного только этого переднего двора составляли 300 на 450 метров. Это была огромная площадь. Вы можете представить себе футбольное поле? Его длина где-то 100 метров, ну, плюс-минус несколько метров. А этот двор был в 4 раза длиннее и в 3 раза шире. Это была огромная площадь. И в этом переднем дворе язычников проходила торговля. Там торговали тем, что можно было принести в жертву. И все было легально. Можно сказать, что это была лицензионная торговля. Торговцы могли продавать там жертвенных животных и менять деньги. Мы знаем, что все происходило накануне празднования Пасхи. Мы уже прочли о том, что еще за неделю до Пасхи в городе собралось много народа. Некоторые историки пишут, что в тот год в Иерусалим на праздник пришло порядка двух миллионов человек. Это были очень масштабные празднования. Тысячи людей устремлялись к храму. Это были паломники, пришедшие принести в храме жертву. Они пришли не только из близ лежащих деревень, не только из Галилеи и Иудеи, но и из более отдаленных областей. Они прошли несколько дней, чтобы помолиться в храме, чтобы принести свою жертву. И очень немногие из них взяли с собой жертвенных животных. Представьте себе, каково это вести с собой животных из Рима или Афин. Чтобы это можно было удобнее сделать, для этого в Иерусалиме была специальная услуга «Ты приходи, а животное здесь купи». Можно окрестить ее так. Они могли прийти и приобрести жертвенных животных прямо в храме. Кроме того, им нужно было заплатить подать, ее нужно было платить в шекелях. Но так как люди приходили из разных мест, у них могли быть, например, лишь римские монеты. Ими подать заплатить было нельзя, людям нужно было поменять деньги. И вот при храме возник целый кооператив, как бы мы сказали сегодня. Иудейский историк Иосиф Флавий сообщает нам, что в 66 году после Рождества Христова, это было чуть позже, но тоже на празднование Пасхи, было забито 220 тысяч агнцев. Сколько их забили в тот год, когда туда пришел Иисус, мы не знаем, но в тот год в жертву точно было принесено много животных. Иисус пришел туда и увидел всех этих торговцев. Он увидел всех этих миновщиков. Он стоял среди этого оглушающего шума, этой спешки, этого базара. Но он пришел в храм не за этим. Он пришел туда, чтобы искать плоды, но там их не было. дом Яхве должен был быть местом богослужений. Передний двор язычников должен был быть двором для людей из других земель, чтобы они могли приблизиться к Богу и начать его славить. Но они сотворили из него торговый центр. Вот что писал Исайя о храме. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Вот почему Иисус изгнал торговцев из храма. Святой гнев охватил его. И стол именовщиков и скамьи продающих голубей он опрокинул. И тут мы должны задать себе следующий вопрос. Будучи церковью Иисуса в 21 веке, как обстоят дела в нашей церкви? Давайте начнем с себя. Как обстоят дела в церквях нашей страны? К сожалению, церкви часто забывают о важности прославления, почитания и святости. Там, где центральное место должна занимать молитва и проповедь, мы видим культуру, политику и развлечение. они заняли эту нишу и вытеснили все остальное. Как мы можем угодить людям и в то же время быть актуальными? Вот максимум, из которого исходят многие. Но в нашей церкви, дорогие мои братья и сестры, мы хотим попросить Бога помочь нам все сознавать. здесь, в этом зале, мы должны славить одного лишь Бога, и благодаря этому мы знаем, что этот храм стоит не на камнях, наша церковь стоит не на них. Она стоит на живых камнях. Это вы, это я, это Бог поместил нас в эту духовную постройку, и поэтому так важно, чтобы каждый из нас лично начал прославлять Бога в своем сердце, когда мы приходим сюда в воскресенье утром. Если в нашей церкви, если на наших богослужениях поклонение Господу не будет занимать центрального места, Иисус вышвырнет нас. Вот и все, так же, как Он поступил с торговцами в храме. И, наконец, давайте снова вернемся назад к смоковнице. А вот что сказано в Евангелии от Марка, когда же стало поздно, Он вышел вон из города. То есть день подошел к концу, и Он вышел из города. Далее, поутру, то есть на следующее утро, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Это дерево действительно засохло, так же, как и Иисус способствовал тому, чтобы эта неплодоносная смоковница засохла и не могла больше существовать, ведь у нее были только никому не нужные листья. Он осуждал всех лицемеров и религиозные системы, которые не признавали его. А вот послание этой истории, «Вы засохнете, вы будете прокляты, но», несмотря на это, мы видим в этом тексте большую милость, потому что в нем Иисус проклял всего лишь одну смоковницу. Однажды наступит такое время, когда мы все это поймем. Однажды наступит время, когда Иисус скажет, «Ты проклята не какому-то одному дереву, а всякому, кто отвернется от него». В Евангелии от Матфея сказано, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его». Эти слова обращены к тем, кто только притворяется христианином. Это предостережение Иисуса тем, кто не по-настоящему пребывает в Нем. Да поможет нам Бог быть истинными христианами. Истинный Агнец Божий пришел в храм иудейский и изгнал оттуда торговцев. Истинный Агнец Божий пришел и стал искать плоды. Он искал плоды духовной природы. И сегодня нам требуется проверить себя. Пусть когда Иисус отодвинет ваши листья, Он найдет там плоды. Да поможет нам Бог. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Субтитры